Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Ольга Постникова, директор комплексного центра социального обслуживания населения города Рязань. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Здравствуйте. Рада вас видеть. И вот первый же вопрос. Расскажите, собственно, о деятельности вашего центра. Интересно узнать. Наш центр оказывает социальные услуги в пределах города Рязани. Социальные услуги – это что? Это уход, это питание, это частично социально-медицинские услуги, содействие в получении медицинской, социальной, правовой помощи. Работают у нас отделения социального обслуживания на дому. Это, наверное, самая многочисленная категория обслуживаемых, которая пользуется нашими услугами. Социально-медицинское отделение, ну, из названия следует, да, то, что здесь оказываются социально-медицинские услуги. В составе отделения обязательно присутствует медицинский работник, медсестры. У нас, кроме социальных работников, работает в этом отделении. Отделение срочного социального обслуживания, то есть все срочные вопросы, ну, как бы комментировать не надо, да. Они решаются мобильно, оперативно. Более того, сейчас мы добавили услугу, как-то вот она немножечко у нас выпала из внимания, то, что доставка лекарств, вот пользуясь случаем, скажу, да, при наличии рецепта врача всем лицам пожилого возраста и инвалидам осуществляется бесплатно, но по предварительной заявке, там, ну, в реальной разумной сроке дня за три, за два. Вот этим занимается тоже отделение срочного социального обслуживания, то есть им на материальную помощь, они документы оформляют, много срочных услуг оказывают, так, чтобы немножечко было понятно, о чем это. Отделение мобильного социального обслуживания, это целая служба, тут социальные такси, мы доставляем людей, опять же, по предварительной заявке, и в поликлинику можем довезти, и в больницу, и на мероприятия, то есть все значения мероприятий для пенсионеров, инвалидов, участников войны, вот всегда на 9-й мы активно участвуем. Ну, не могу сказать про наше отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, потому что работа у них интенсивная, сложная, это уже другая категория обслуживания, да, это семьи в трудной жизненной ситуации с детьми, малообеспеченные, многодетные и так далее, и отделение дневного пребывания. Очень многое, я заметила, говорить о людях пожилого возраста, вот как раз-таки начало октября ознаменовалось для нас международным днем пожилого человека. Вот немножко подробнее хотелось бы узнать о данном направлении работы вашего центра. Ну, понимаете, в структуре возрастной, вот демографической картины Рязанской области пожилые люди составляют что-то порядка 28%, вообще это много. Ну, в принципе, по области примерно так же, как по Рязани. И у нас это наша основная категория обслуживаемых, вот, по количественным составам. Поэтому, ну, так вот, опять же, с учетом того, что в структуре населения такая большая доля этих людей, естественно, у нас и государством, и на уровне Рязанской области большое внимание уделяется организации их обслуживания. То есть вот у нас сейчас работает программа «Старшее поколение», она с 2011 года. Ну, если я не ошибаюсь, с 1 июня 2011 года она начала свою работу. В рамках этой программы сейчас проводится работа по открытию тренажерного зала, да. То есть у нас закуплены тренажеры, вот, мы готовимся к открытию тренажерного зала. В рамках программы «Старшее поколение», опять же, у нас работает пункт выдачи средств проката, пункт выдачи средств реабилитации. То есть, может быть, опять же, кому-то вот сейчас будет полезна эта информация. Мы совершенно бесплатно подаем средства реабилитации. И, ну, единственное, что, да, там, просим их правильно эксплуатировать, и срок ограничен на это полгода. Но это все-таки достаточно много. Там и инвалидные коляски, и трости для слабовидящих, и для слабослышащих. То есть там достаточно большой перечень. Закуплены они как раз по этой программе. В рамках программы «Старшее поколение» проводятся также определенные мероприятия. Что-то мы позволяем себе улучшить в работе отделение дневного пребывания и так далее. То есть много работы проводится. Ну, какая цель работы? Да, всегда улучшить качество и перечень представляемых услуг. Вот мы не просто смотрим на то, что получают наши пожилые люди, но мы же мониторим, да, чем они довольны, чего не хватает, может быть. Какая категория граждан вообще может пользоваться услугами вашего центра и обслуживается вашим центром? Ну, у нас обслуживается не одна категория граждан. Это лица пожилого возраста, это инвалиды. Инвалиды независимо от возраста. Это дети и семьи в трудной жизненной ситуации. Многодетные семьи, семьи социально опасные и так далее. То есть вот у нас достаточно большой перечень обслуживаемых. Не зря вот, в общем-то, собственно, для работы с семьей, с детьми, с такими, с трудными, так вот по старинке с трудными, да, у нас создана служба психолого-педагогического сопровождения семьи. То есть два таких отделения у нас крупных работает на четыре района города. Они совместно с КДН работают, совершают совместные выезды. То есть тут, пожалуйста, и полиция, и образование. В общем, это совместно. В рамках их деятельности основной совместной работы. То есть у них еще своя работа. Они, в общем-то, участвуют в межведомственном взаимодействии в том числе. Кроме того, ориентируясь на эту категорию, да, раз уж мы вот о ней сейчас заговорили, это дополнительные наши действия были произведены для оптимизации работы. У нас сейчас в отделении дневного пребывания согласованы. Мы получили сертификацию на такую работу. Кратковременное досуговое пребывание детей. Эти заезды мы организуем в каникулярные даты. Вот могу сказать, что услуга совершенно новая, но оказалась вполне востребованной. Сильно, я бы сказала, даже востребованной. Немножечко она для нас пока тяжеловата, но вот мы справляемся, мы ее развиваем. Молодые инвалиды тоже категории все-таки, я не могу сказать, что вот они все изолированы от общества, они тоже разные, вот внутри своей категории они разные. Но для тех, кто хочет быть активным, для тех, кто может передвигаться, имеет желание участвовать в какой-то общественной жизни, ну, помимо того, что с ними работает общество инвалидов, естественно, мы для молодых инвалидов организовали также смену выделения дневного пребывания. То есть два раза в год они к нам заезжают, они общаются, у них та же самая культурная программа, все досуг. И, знаете, вот для них даже на первом месте, мне кажется, стоит не то, что мы им организуем, а то, что они между собой общаются. То есть они уже друг друга знают, ну, естественно, с удовольствием участвуют в наших мероприятиях. Поэтому вот это тоже наша категория. То есть, в общем, со всеми социально, наверное, незащищенными категориями населения мы работаем со всеми. Ольга Юрьевна, ну и последний вопрос. Вот очень интересно, чисто по-человечески, не со стороны того, что вот директора, да, а вот исключительно женский вопрос. Тяжело ли вам нести на своих хрупких плечах такую ответственность? Потому что я понимаю и вижу, судя по тому, что вы рассказали, что работа-то грандиозная. Альвина Идоль, вашего коллектива, женская. Спасибо за понимание сложности нашей работы. Но работа действительно сложна, наверное, своей многогранностью. Слишком много вопросов у нас находится одновременно в работе. Ну что, отпираюсь на коллектив, который есть. Коллектив у нас профессиональный. Вы знаете, главное, чтобы у людей было желание работать вот с теми, с кем мы работаем. Потому что как бы все остальные моменты, у нас любят говорить про зарплату, все остальное. Мы все-таки сейчас стараемся, опять же, выполнять дорожную карту. У нас в этом направлении тоже работа ведется. Но дело-то, я бы сказала, не в зарплате, а вот именно в желании людей работать с людьми, которые, ну, незащищенные там, они же сложная категория. И здесь уже, вот я хочу сказать, что те, кто может работать, те, кому это близко, они остаются. Те, кому это не свойственно, тут должны быть определенные душевные организации. Те, кто не имеет вот таких возможностей, да, поделиться, что называется, уж извините, запав с теплом своей души, да, они от нас уходят. Поэтому, в общем-то, коллектив у нас такой, что все опираются друг на друга. Ну, а соцработникам, конечно, тяжело. Но я говорю, что личные качества, они, наверное, вот помогают что-то преодолевать. Ну, и кроме того, у нас есть мужчины в коллективе. Вот мой заместитель, один из заместителей, Корбанов Виталий Рауфович, у нас есть соцработники мужчины, у нас, естественно, водители, причем вот я хочу сказать, что соцработник мобильной бригады, например, да, когда мы даем сопровождающих вот наших бабушек куда-то довезти и так далее. Да, у нас мало мужчин, но мы стараемся их выделить, чтобы они их там помогли им, что-то там вот поднять, донести, довезти. Вот, поэтому, да, тяжело, но мы стараемся справляться, думаю, что у нас получается. Ну, а женские плечи, они такие, знаете, выдерживают, наверное, многое. Было бы, наверное, желание работать. Ну, тут уже, наверное, спорный вопрос, кто из нас слабый пол. Да, кто из нас слабый пол, да. Спасибо, Ольга Юрьевна, очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо, что пришли к нам в гости. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам хорошего. До свидания.